Как извлекать корень звук? Все-таки великое число легендов. Когда пифагорейцы узнали, что корень звук — это иррациональное число, это значит, что нельзя записать в виде дроби. Когда у нас есть корень звук, представьте себе, что это какая-то дробь. Что-то там в числителе, что-то в знаменателе, какие-то неправильные числа. Пусть будет так. Тогда это по определению означает, что это будет А в квадрате разделить на В в квадрате. То есть, другими словами, 2В в квадрате равняется А в квадрате. Так вот, господа, еще в Древней Греции люди поняли такую штуку. Если есть такое равенство, то его левая часть обязательно четная. Это вы понимаете? А если четное, значит число А может быть нечетным? Нет. Потому что квадрат нечетного числа обязательно нечетным. А значит число А четное. Пишу. Четное число это значит 2 умножить на какое-то. В в квадрате это 2Х в квадрате. А значит это четное число. А значит В это какое-то там 2У. И значит наше уравнение приобретает вид. 4У в квадрате это 2Х в квадрате. У нас опять получилось то же самое уравнение, которое у нас было. Согласны? И так будет до бесконечности. Причем каждый раз мы же берем число в два раза меньше. У нас число А в два раза меньше, чем Х. Число Х в два раза меньше, чем А. Число У в два раза меньше, чем В. И так до бесконечности будем уменьшать и уменьшать. И никогда этот процесс не остановится. А не бывает, чтобы натуральное число делилось бы на любую степень числа А. Вот это рассуждение, повторяю, было открыто еще в Великой Греции. И есть страшная легенда. О том, что когда пифагорийцы это узнали, вот доказали и рациональность. Было философское учение. О том, что все в мире можно выразить через числа, ну через имеется правильные числа. И естественно, что вот это открытие, что корень и рациональный, совершенно противоречило их философскому учению, что все можно выразить через правильные числа. И тогда было принято следующее политическое решение. Засекретить эту информацию от обычных людей, чтобы пифагорийцы знали, что корень и рациональный, знали, что все в мире не так уж и просто. А всем остальным по-прежнему рассказывать эту религию, что все покупают через рациональные числа и так далее, и так далее. И все было не хорошо. Да, в определенном моменте, что этот секрет сохранялся, но в какой-то момент кто-то из пифагорийцев подумал, что нехорошо так. И все-таки кому-то из не пифагорийцев выдал эту самую метайну. Нет, не все, не было принято решение. Я не уверен, что это правда. Запросто может быть, что это просто такая легенда. Легенда о том, что было принято решение убить этого самого предателя, чтобы сохранить тайну. Уж каким образом эта тайна все-таки до нас дошла? Мы думаем, что просто потому, что как ее ни храни, все равно кто-то бы это догадался. Но, тем не менее, есть такая легенда. Знаете, что у врачей есть такая клятва гиппократа? Да? Замечательно. Есть клятва гиппократа, которую принимают врачи, которые врачи сейчас. Ну, она такая, чтобы она была хорошая. А вот клятва гиппократа, которая вот тогда, в древние времена, она гласила следующее. Понимаю, что все мы врачи и никогда не расскажем пациентам о том, что мы где-нибудь ошиблись, или что кто-нибудь из нас сделал что-нибудь не то. Мы должны свято хранить наши тайны и непосвященные понятия. То есть идея, что вот есть такое сообщество как у врачей, а вот есть такое сообщество пациентов. И чтобы информация не передавалась. Ну, у математиков, конечно, это еще более случилось. Хотя и у врачей тоже это могут быть. К счастью, сейчас уже нам могут, так, да, с врачей полностью не делятся информацией, даже пациенты. Миклоты закончили, мифы закончили. Иррациональность числа корень из вам доказали.